Вопрос незаконного присвоения азербайджанского культурного наследия будет поднят в ЮНЕСКО. Министерство культуры проведет совместные с организацией юридические процедуры по данному вопросу. Тема продолжим заведующей отделом информации и общественных связей Министерства культуры Азербайджана Марьям Гафарзаде. Марьям Ханум, здравствуйте. Здравствуйте, Марьям. Итак, исходя из того, что я уже отметила, какие меры будут предприняты Азербайджаном в связи с очередным присвоением азербайджанского культурного наследия армянской стороной. Что мы будем делать? Спасибо большое, в первую очередь, за то, что вы освещаете этот вопрос у себя в эфире. На самом деле, то, что происходит на сегодняшний день в Армении, в частности, организации подобной выставки, это, конечно, вызывает негодование. Мы, как Министерство культуры, уже выступили с заявлением, и на данный момент мы готовим наши документы и письма международной структуры, международной организации, которые отражают нашу позицию в этом вопросе, а именно наше негодование и наш протест и наше требование оценить этот акт в международном формате, в формате международного права, международных норм и принципов, и также в формате международных конвенций. Как известно, 20 февраля в городе Ереване, в Музее национальной архитектуры, пройдет выставка азербайджанских ковров. Это азербайджанские ковры, которые в прошлом году, 1 ноября, были сворованы, я могу так сказать, и незаконным путем вывезены из Карабаха в Армению. Это еще один яркий пример воровства, фальсификации армянской стороной, которые они применяют в отношении культурного наследия Азербайджана, и на данной этапе под угрозой оказались карабахские ковры. Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и ковроткачество в этом регионе, оно известно не только в Азербайджане, не только в регионе, но также во всем мире. Как известно, наши ковры, они даже попали в список нематериального наследия ЮНЕСКО, и те ковры, которые на данный момент будут демонстрироваться в Ереване, они, конечно, если искусствоведы и историки изучат этот факт, то совершенно очевидно, что это те самые ковры, которые принадлежали азербайджанцам, которые жили там до оккупации, а также азербайджанские ковры, которые находились в музее ковра в городе Шуша. Данный акт, совершаемый армянскими террористами, можно сказать, конечно же, противоречит со всеми международными нормами и принципами, со всеми принципами человеческой морали, а также идет вразрез с международными конвенциями. Тут, в частности, хотелось бы отметить международную конвенцию ЮНЕСКО, потому что это международная организация, куда и Азербайджан, и Армения являются странами-членами, и которые подписали эти международные конвенции. И при подписании, при ратификации этих конвенций, каждый из сторон, они несут определенные обязательства перед этой организацией. И выставка, которую они собираются провести в Ереване, это тот факт, который идет вразрез со всеми международными принципами. Тут, в частности, хотелось бы отметить две международные конвенции. Это конвенция 1954 года, КАКСкая конвенция, который запрещает ввоз, вывоз и подобные акты в отношении культурного наследия в случае вооруженных конфликтов, а также конвенция 1970 года. Это тоже конвенция ЮНЕСКО, которая напрямую предотвращает и запрещает передачу права собственности над объектами культурного наследия другим странам. И, как видно, все эти нормы, они грубо нарушаются, поэтому мы с этим обращаемся в международные структуры и надеемся, что в скором времени этот вопрос найдет оценку в рамках международного права и международных принципов. Ну вот мы не в первый раз сталкиваемся с тем, что армянская сторона присваивает себе культурное наследие азербайджанского народа. И вот в данном случае, когда мы поднимаем вопрос о коврах, как вы уже хорошо отметили, подчеркнули, нарушение международных конвенций. Как ЮНЕСКО, как международная организация, должна реагировать на такие вопросы? Что должна предпринять? Ковры – это уникальный предмет искусства, где люди, которые занимаются коврат качеством, они отображают на этих элементах искусства свои традиции, свой быт, элементы своего искусства. И те ковры, которые демонстрируются на данный момент в Ереване, они исключительно относятся к азербайджанскому культурному наследию. Конечно, ЮНЕСКО, как международная организация, которая имеет огромный опыт в этом направлении, они тоже сталкиваются с этим фактом. И я очень надеюсь, что они объективно оценят этот вопрос и повлияют на процесс проведения этой выставки. Я надеюсь, что как международная организация, которая зарекомендовалась его как достаточно объективная, в этот процессе тоже вмешается и постарается препятствовать организацию этой выставки на протяжении долгих веков. Азербайджанцы, проживающие на территории Нагорного Карабаха, в частности Шуши, они занимались ковроткачеством. Как я уже отметила, школа ковроткачества Карабаха, она известна во всем мире. А и армянское, скажем, сообщество, которое жило на этой территории, они занимались исключительно торговлей ковров. И в процессе торговли они фальсифицировали и преподносили азербайджанские ковры, как армянские. Им удалось, к сожалению, этот факт даже вынести за пределы нашей страны. И они стараются преподнести этот факт как должное и также в международное сообщество. И мы, как Министерство культуры, конечно, выражаем свое негодование, обращаемся во все международные структуры. И то, что касается, в частности, ковров, я хотела бы отметить один пример. Как в прошлом году подобная выставка также проводилась в Италии. И в рамках аукциона, который проводился в Италии, где были выставлены, опять же, азербайджанские и карабахские ковры, которые были незаконным путем сворованы из Карабаха и вывезены в Италию, там они выставились на аукцион. И азербайджанская сторона, азербайджанское государство, мы, как Министерство культуры, эти ковры выкупили и заново привезли их в Азербайджан. Сейчас на данный момент они демонстрируются. Два карабахских ковра и один кубинский ковер. Они демонстрируются в Музее искусств и в Музее ковра в Азербайджане. И это доказывает то, что мы, как Министерство, и политика азербайджанского государства на данный момент направлена на защиту нашего культурного наследия. Где бы и как бы не проводилось с армянской стороной подобные провокационные мероприятия, мы на это реагируем. И в рамках наших ресурсов, в рамках наших сил мы стараемся вернуть каждый украденный элемент нашего искусства и стараемся привести его на нашу страну. Спасибо вам большое. Будем ждать от ЮНЕСКО справедливой и объективной оценки по этому вопросу. Спасибо. Спасибо. Я напомню тему армянских фальсификаций и незаконного присвоения азербайджанского культурного наследия нам комментировала представитель Министерства культуры Азербайджана Марьям Гафарзаде.